Анатолий Павлович передвигается только на коляске. Три года назад он сломал шейку бедра, и с тех пор самостоятельно ездить по городу ему трудно, а постоянно вызывать такси дорого. Поэтому он пользуется в службе сопровождения, ведь сидеть без дела Анатолий не любит. Керинг, на рыбалку, на осерпод, в Татышево ездили, в тренажерный зал иногда ездили. Удобно кресло, в первую очередь лифтоподъемник нас устраивает, это незаменимая вещь. Спасибо волонтеры, сопровождают иногда, это требуется. Служба сопровождения – это одно из направлений социальной помощи для людей с ограниченными возможностями. Волонтеры из службы не просто помогают спуститься и сесть в автомобиль, а потом доехать до нужного места, но и гуляют, и общаются со своими пассажирами. Сопровождают одного человека не менее двух специалистов. Азим – студент, но после учебы работает в службе. Он и еще четыре сотрудника прошли специальное обучение, и теперь помогают людям не чувствовать ограничений. Много времени они выходят из дома, и им так очень хочется выходить и погулять. Мне нравится с ними общаться, и когда мы видим, нас это вдохновляет, и мы получаем себе что-то полезное. Они очень благодарны, да. Прямо их лица, прямо видно, что они очень благодарны нам. Социальная служба сопровождения в Красноярске работает уже четыре месяца. За это время ее услугами воспользовались более 50 человек. Подобных служб нет не только в регионе, но и в других городах страны. Служба сопровождения у нас функционирует на базе муниципального бюджетного учреждения «Родник». И для того, чтобы эту услугу оформить, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Также в городе продолжает работать социальное такси. Чтобы воспользоваться обеими службами, человек должен обратиться в районную социальную защиту за два дня до поездки. Их услугами могут пользоваться люди со второй и третьей степенью ограничений в передвижении, а также дети-инвалиды. Они могут 10 раз в месяц бесплатно вызвать службу. Елизавета Курмачева, Владимир Антонов, Новости ТВК.